Всем привет, друзья! Вы на канале JoyCenters, с вами Джон Кармилицин, это 32-й новостной CG-выпуск с новыми обновлениями, событиями и технологиями. Эндрю Крамер и команда Video Copilot в своей почтовой рассылке сообщила о выходе 3-й версии Element 3D. Произойдет это в первой половине этого года. Причем письмо было довольно кратким и без каких-либо подробностей, точных дат не указали, да и в социальных сетях никаких информационных постов мы не обнаружили. Я проработал в этом плагине огромное количество времени. И мне на самом деле очень интересно, что там добавили, может быть и вообще изменили. Блендер представила дорожную карту на 2021 год. Первое, что нас ждет, это обновленный Video Sequence Editor. Улучшения будут направлены на ускорение и оптимизацию работу с короткометражками. Иви будет совместим с Vulkan, что обеспечит дальнейший рост и добавление новых фич. Плюс снимет какие-то ограничения, которые накладывает устаревший OpenGL. Сколько займет полноценная адаптация и сколько будет багов сказать сложно, но про необходимость перехода говорили еще в прошлом году. Также в планах стоит поддержка трассировки лучей. Ну и главная цель на 2021 год это вывести Иви на новый уровень. Анимация в Блендер также получила большой толчок к развитию. Это все благодаря инвестициям Амазон на ближайшие три года. Планируется привлечь лучших разработчиков и аниматоров. Кстати набор начинается во втором квартале 2021 года. Еще в этом году USD от Pixar будет полностью интегрирован в Блендер, что на самом деле очень круто. А также расширит возможности VR и повысит производительность Cycles. Отметим, что 31 марта этого года Блендер Network прекратит свою деятельность. Платформа проработала целых 10 лет. Такой большой рост сообщества Блендер, ну и социальных сетей значительно снизили потребность в платформе. Но оно и понятно, все текущие членства будут отменены. На прошлой неделе по Твиттеру разлетелась статья о внутреннем устройстве Gumroad. Основатель платформы поделился своим чуть ли не 10-летним опытом. Gumroad был создан в 2011 году, ну а уже в 2015 компания достигла пиков 23 штатных сотрудника. В 2016, не сумев собрать больше денег, пошли сокращения и в команде остался всего один человек. Однако, несмотря на это, сейчас Gumroad получает 11 миллионов долларов годового дохода. При этом нет ни встреч, ни дедлайнов и даже штатных сотрудников. В статье найдешь более подробную информацию о том, как Gumroad пришел к, возможно, самой продуктивной модели. Ссылочка в описании. ATOI выкатили Octane Render для Cinema 4D 20.2-6. Обновление небольшое, но лишь незначительные улучшения в редакторе узлов, новые проходы AOV, а также исправление для функции, внесенной ранее. Ссылочка на форум в описании. AXYZ Design представила Anima 4.1. Обновление вносит ряд изменений, направленных на повышение скорости воспроизведения во вьюпорте с большим количеством элементов, включая новую систему LOD и поддержку декодирования видео с помощью GPU. Также была переработана вся встроенная коллекция 4D-моделей. Теперь анимированные персонажи способны сохранять все детали одежды и имеют более-менее реалистичную анимацию лица. Все это, по словам разработчиков, стало возможно благодаря новому алгоритму захвата движения и технологии, которая позволяет сжать 5 ГБ данных каждого персонажа всего до 150 или 200 МБ. Еще обновили подключаемые модули Maya и Unreal Engine 4. Ну и добавили поддержку Cinema 4D R23. Ну и как всегда исправили ошибку, ссылочка в описании. Agisoft Metashape в последний день 2020 года представили очередную сборку своего одноименного программного обеспечения. Напомним, что программа используется для фотограмметрии. Первая сборка 1.7 вышла еще в октябре 2020 года. И с того времени Agisoft включает в себя новый алгоритм генерации карты глубины для снижения количества артефактов, ну и воссоздания мельчайших деталей. Осуществили поддержку Python 3.8. Усовершенствовали инструменты для аэрофотосъемки. Ну а точнее, программа теперь может автоматически определять линии электропередач при реконструкции местности. И в последние сборки версии 1.7 добавили некоторые новые опции для работы с фотографиями. Ну и исправили ошибки, конечно. Все остальные фишки, то есть это не все, по ссылочке в описании. Компания Voxon Photonics разработала плагин для Blender для своего объемного 3D-дисплея Voxon VX1. Предназначен он для отображения голограмм. Каким образом происходит коннект? Мэш из вьюпорта отправляется на устройство. Система дисплея конвертит его и визуализирует в реальном времени в 3D. А вот само изображение создается за счет раскрутки экрана на высокой скорости и проекции 4000 изображений в секунду. Все это синхронизируется с движением модели. Мозг уже объединяет изображение в объекты или сцену. Помимо Blender этот дисплей также совместим и с Unity. VX1 в настоящее время продается по цене около 10000 долларов. Вышел Deep FX Studio версии 0.5. Софт предназначен для процедурной анимации и моделирования. Представили полностью обновленный интерфейс и нодовую систему. Также проработали физику мягких и твердых объектов, основанную на движке Bullet, который имитирует обнаружение столкновений и динамику тел. Улучшили Riptide для симуляции жидкостей. В основном он имитирует такие жидкости как вода, мед и молоко. А также подходит для визуализации брызг, процессов таяния, водопадов и рек. И еще теперь эта программа поддерживает формат Olympic. Еще больше функций по ссылочке в описании. Вышло крупное обновление World Machine. Программа для создания ландшафта. В новой сборке 4015 MT Rainer представили полностью обновленный интерфейс, улучшенный превью и визуальный блок историй всех внесенных правок. Внесли функцию быстрого добавления объектов с помощью клавиши Tab. Во Viewport появилась возможность просматривать изображение с финальным разрешением до 16К. Еще можно будет создавать карты Ambient Occlusion для экспорта. Также улучшили поддержку RGB. А устройство Colorizer получает множество полезных и запрошенных от пользователей функций. Ну и как сообщают разработчики, в целом сборка стала на 40% быстрее. Все примечания к выпуску найдешь по ссылочке в описании. Для 3ds Max вышел плагин Push Pro. По функционалу это модификатор, который выталкивает вершины наружу или внутрь. В отличие от стандартного Push, который создает множество артефактов, этот плагин максимально предотвращает возникновение пересечения геометрии. Использовать его можно при формировании туловища персонажа. Сделать его либо худощавым, либо полным, либо мускулистым. Идеально подходит для карикатур. Push Pro позволяет сохранить детали моделей и избежать некорректных деформаций. PlanetSide Software объявила о выпуске Terragen 4.5. Этот софт предназначен для создания визуализации и анимации реалистичных ландшафтов. В этом выпуске представили обновленный шейдер для лучшей интеграции с PBR, расширили инструменты для настройки Routness и добавили поддержку стандарта управления цветом OpenColor.io. Для получения более точных изображений улучшили Motion Blur. А вот для отображения реалистичной атмосферы добавили новую опцию Фазовая функция Rally. Которая увеличивает яркость синего компонента атмосферы в направлениях к солнцу и против него. И наоборот затемняет от солнца. Обновили настройку гаммы в Render View. Ну и теперь в Terragen можно будет импортировать анимированные объекты. Больше информации об обновлении и планах развития на 2021 год найдешь по ссылочке в описании. В Твиттере наткнулись на одного художника, который выпускает бесплатные паки PBR материалов для Blender и Substance. Библиотека довольно обширная, ну и содержит различные категории. Все текстуры имеют высокое разрешение размером в 4К. Ссылочка на коллекцию в описании. Один из художников Blender выпустил новую заготовку под свой следующий аддон под названием Fracture Mode. Функционал дополнения направлен на разрушение объектов при помощи модификаторов. Этот аддон упростит работу. Ну и вместо того чтобы лазить по всем модификаторам и настраивать все вручную, надо будет сделать всего лишь пару кликов. На гаммроуд уже лежит blend файл, где можно посмотреть какие модификаторы и в какой последовательности были использованы. По предположениям отличие от имеющегося Fracture в том, что он не использует буллин. Пабло Добара один из разработчиков Blender в ближайшее время начнет стримить на твич. Этим сообщением он поделился в своем твиттере. Трансляции будут как на английском, так и на испанском языках. Также он отметил, что под постом можно предложить фан-арт, ну либо какие-либо концепции, а он в свою очередь выберет некоторые из них. Ссылочка на сам твит в описании. Epic Games под конец 2020 года выпустила ролик, демонстрирующий серию игр Next Gen, созданных с использованием движка Unreal. Представили все возможности Unreal Engine 4, а также показали тизер предстоящей пятой версии, превью которой будет доступно в начале 2021 года, ну а полноценное в конце этого года. Тоже супер охрененная новость. На Unreal Marketplace выпустили очередной бесплатный контент. Предоставили доступ к полностью готовому к игре конструктору головоломок с множеством элементов управления, ну и с несколькими уровнями сложности. Также можно скачать ассет с подземным туннелем метро в стиле Нью-Йорка. Еще в доступе лежит библиотека с эффектами дыма в формате HDR, которую можно легко комбинировать и изменять. В течение этого месяца также можно будет получить набор анимации от первого лица для постановки средневековой боевки. Ну и последняя халява, это пак с полноценной сценой в стиле Дикого Запада, а именно здание и прочий реквизит для ковбойских проектов. Всего около 350 моделей. Apple получила патент на VR перчатки. Заявка была подана еще в 2018 году, и вот только сейчас Управление по патентам, ну и товарным знаком США опубликовало разрешение. По данным документации, перчатки в Virtual Reality будут изготовлены с использованием смарт-ткани, которая позволяет встроить множество датчиков. Перчатки будут способны выполнять захват отдельных костей пальца, в том числе и большого. Согласно патенту их можно использовать как в VR, так и в AR и MR. Когда это будет реализовано неизвестно. Фух, друзья, спасибо большое за просмотр! Пишите как отметили Новый год, ждите классный ролик на 2 часа с половиной, там я расскажу как создать персонажа с самого нуля и до рендера, я его обещал уже наверное месяца 3 или 4 назад и вот только сейчас мы его закончили. В общем, спасибо, друзья, и до новых встреч!